Слава Украине, привет всем от Полонского. Ну видите, как бы подействовало предостережение от Совета Европы, точнее от Европарламента, всем европейским политикам и вообще европейскому политику по поводу того, что надо срочно доставлять в Украину ПВО. И прежде всего подействовало на Германию, конечно спасибо. Надо сказать, что от немцев в значительной степени и сходила вот эта инициатива доставить ПВО. Только что обозреватель Юлиан Рёбке заявил, что он, кстати, очень хорошо в курсе дела и обычно то, что он говорит, оказывается правдой. И не только он, там еще несколько человек заявило, что Германия немедленно поставляет в Украину еще один патриот. Это третий патриот из Германии. У нас есть еще Мамба и, по-моему, патриоты или, скажем так, компоненты патриотов из Нидерландов. Что интересно, что мы сейчас не знаем количество пусковых, которое будет с этим патриотом. Тут может быть различные абсолютно варианты от 4, по-моему, до 12 пусковых. Но это именно тот третий патриот, который сшибает баллистические ракеты. Еще одна очень интересная деталь. Это третий патриот из 12 всего подобного рода, которые есть в Германии. Интересно, что в США вот этих вот третий патриотов на боевом дежурстве сегодня стоит 60 штук. А общее количество патриотов больше 1000 штук. Из США мы получили 0 патриотов. Тоже много, да, я согласен. Тут ничего не скажешь, очень много. Ну, слава богу, что хоть американцы не препятствуют и дают, да, дают. Тут я ничего не говорю. Дают разрешение тем же немцам и тем же Нидерландам поставить в Украину патриот. И надеюсь, они им их компенсируют. Благо, у американцев этих патриотов много. И боезапаса к ним много. То есть, может быть, нашли вот пока вот такую формулу. То есть, возможно, я предполагаю, что американцы дают немцам. Поскольку это члены НАТО, там не требуется каких-то голосований. Вот. А немцы передают нам то, что у них есть. То есть, такая комбинация вполне себе возможна. И если это так, значит, спасибо и тем, и другим. Вот. В любом случае, ребята, это... А такая система в состоянии прикрыть, ну, будем говорить, часть области большой. Надеюсь, закроют, ну, не знаю, может быть, и тут уже и Львовскую область надо закрывать. Уже, видите, прекрасно прилетают постоянно по строю. В одну и ту же точку эти гаденыши бьют. И Харьков надо закрывать. Ну, в Харькове ее сразу разобьют, понимаете. Тут тоже такая система. Не знаю, что там решат. И Одессу надо закрывать. Где она будет стоять, я вам сейчас сказать не могу. Главное, чтобы к ней было побольше ракет. И к Мамбе тоже. К Мамбе нужны ракеты. Мамбе, это такой же комплекс, который тоже сшибает баллистику. Он у нас тоже есть, но он только один. Это итало-французский комплекс. Таким образом, ребятки, ну, большое дело, что эта вся ситуация сдвигается с мертвой точки. И еще к этому небольшой штрих такой. Хорватия заявила о передаче всех своих комплексов российского производства. Стрела-10. Это шикарные, кстати, комплексы против авиации. Либо против, скажите мне, шахедов. Стрела-10 в Украину. Вместе с боезапасом. Соответственно, это тоже увеличивает мощь нашего ПВО. Так что, вот видите, стоило немножечко, как говорится, прикрутить жару или доподать жару. И в Европе зашевелились и начали изыскивать свободные имеющиеся у них системы. Надеемся, что это не последняя система ПВО, которая к нам сейчас приедет. Все буду, Украина. Продолжение следует...